Продолжим грамматический разбор с Я-Аламуном. Мы сказали, что Син это Харфун, то есть Маблим Аля Фатхин. И Я-Аламун это Фиалин Мудара, глагол настоящего будущего времени. Советую вам вернуться к грамматическому разбору глагола Ятаса Алюна, где мы подробно поговорили об этом виде глагола. Итак, Я-Аламун это Фиалин Мудара, глагол настоящего будущего времени. Марфуун, то есть поставлен в состояние Арав, то есть в изъявительном наклонении. Марфуун литаджар рудихи минал насуби вал джазми. Поставлен в состояние Арав, так как он свободен от Амелев насба и Амелев джазма, то есть так как ему не предшествуют факторы насба и факторы джазма. Перед ним не стоит частица насба лэн, например, и частица джазма лэм, например. У Алямут Рафи признаком Рафа в этом глаголе является Флбут Нуни, наличие буквы Нун на конце. Ньябатан Алиб Доммати, в качестве замены Доммы, то есть Домма, которая была в глаголе Я Аляму. Почему признаком Рафа является буква Нун? Потому что этот глагол относится к одной из этих пяти форм, то есть к пятим глаголам, к которым присоединили местомение Вау, Алиф и Илья. А Вау в глаголе Я Альмун, это Домиран Муттасану, слитное местомение, Мабниюн Аля Сукуни, с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. Фи Махалли Рафи, на месте падежа Раф. Почему? Потому что это Фааль, то есть это действующее лицо, тот, кто совершает действие. А Фааль в арабской грамматике должен быть поставлен в состоянии Рафи, то есть в именительном падеже. И если это имя с неизменяемым окончанием, как вот это местомение Вау в нашем случае, то естественно оно не принимает никакого падежа, поэтому-то мы и говорим, что оно находится на месте падежа Рафа, то есть Фи Махалли Рафи. Валь Фааль Ма Афаали, и в конце мы говорим глагол вместе со своим Фаалем, с действующим лицом, то есть именем, указывающим на действующее лицо, то есть Я Аля Мун, это Джумлятун Фи Алиятун, глагольное предложение. И Бетеда Иятун, начальник, то есть не стоящий на месте одного именем, то есть мы не можем заменить это предложение одним словом, одним именем, поэтому у него и не будет места в падеже, потому что нет ничего, что воздействовало бы на него. Ла Махалли Лаха Минал Ирраби, поэтому мы и говорим нет места ему в падеже, потому что это предложение свободно от того, что предполагало бы для него какой-либо падеж. Здесь уместным будет упомянуть один важный момент. Разбирая глагол Я Аля Муна, мы сказали, что этот глагол стоит в состоянии арроф и что признаком этого состояния является нун, а вау это местоимение является его фаалем, то есть действующим лицом. Но если мы посмотрим, то слово мухталифуна тоже имеет на конце вау и нун. Мухталифуна, и эти два разных вида слова, а именно Я Аля Муна и Мухталифуна, в корне различаются в своем грамматическом разборе. Так, вау на конце глагола Я Аля Муна представляет из себя местоимение, а значит является именем и может обозначать группу мужчин, например. В то время как вау на конце имени Мухталифуна – это признак падежа арроф. Также скажем, что нун на конце глагола Я Аля Муна – это признак состояния арроф. А нун на конце имени Мухталифуна – это замена тануина, который был в имени единственного числа Мухталифуна. Иначе говоря, является замещением этого тануина. Для различия между глаголом и именем, чтобы не путаться в их признаках, следует помнить, что буква нун, как признак состояния арроф, может быть только в глаголе и никогда не бывает признаком падежа в имени. То же самое скажем и про вау. Вау бывает признаком состояния арроф только в имени и никогда не бывает признаком арроф в глаголе. И вау, находящийся на конце глагола – это местомение, это имя, а не харф, являющийся признаком арроф. Значит, вау на конце имени Мухталифуна является таким же признаком состояния арроф, как и буква нун, является признаком состояния арроф в глаголе. Значит, нун, как признак, бывает только в глаголе, а вау как признак бывает только в имени. На этом все на сегодня. На следующем уроке продолжим грамматический разбор аэту и этой суры.